Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чамулган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР в семье Абиша и Альжан. В 1957 году окончил казахскую среднюю школу имени Абая в городе Каскелене. Узнав в комсомольском наборе на всесоюзную стройку металлургического комбината в Темртау, Нурсултан Назарбаев принял решение стать металлургом. Работал он на Карагандинском металлургическом комбинате, чугунчиком разливочных машин, горновым доменной печи, диспетчером-газовщиком, а также старшим газовщиком доменного цеха. С 1973 по 1978 год он работал секретарем порткома Карагандинского металлургического комбината. Фактически Назарбаев стал вторым после директора комбината на Темрное предприятие, где работало 30 тысяч человек. По воспоминаниям Назарбаева, завышенных амбиций у него не было и особой страсти к руководящим должностям он не испытывал. Но с юных лет сформировалась привычка быть всегда первым. В качестве руководителя он в этот период набирался опыта общения от начальников цехов до министров. С 1978 по 1979 год он работал секретарем, вторым секретарем Карагандинского обкома Парсии. В 1979 году был назначен секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. С 1984 по 1989 год он работал председателем Совета министров Казахской СССР. Стал 44 года самым молодым руководителем правительства Южной Республики. С 1989 по 1991 год он был первым секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. 24 апреля 1990 года Верховным Советом Казахской ССР на сессии была учреждена должность президента Казахской ССР и был избран на Султан Назарбаев. В марте 2015 года Назарбаев был зарегистрирован кандидатом в президенты для участия в досрочных президентских выборах Республики Казахстан 26 апреля 2015 года и набрал он 97,75% голосов. 19 марта 2019 года он подписал указ о осложнении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. Но сегодняшнее обращение мое особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Уважаемые казахстанцы, полагаю, что наступил момент для подписания мной соответствующего указа. Позвольте мне зачитать об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постановляю, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан. Второе. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан, полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента Республики Казахстан с момента пронесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан, по слагослованию с Центральной избирательной комиссии провести церемонию пронесения присаги народу Казахстана вступающим в должность президентом Республики Казахстан на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан 12.00 минут 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания. Это мой последний указ в качестве президента в заключение родные соотечественники. Я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия, счастья, всего самого доброго, чтобы вырастили детей, спокойно жили, верили всегда в наше прекрасное будущее. Спасибо еще раз. Насултан Назарбаев возглавлял Казахстан 29 лет, 8 месяцев и 25 дней. За годы независимости Казахстан благодаря политике Ельбаса первого президента Насултана Назарбаева превратился в государство с развивающейся экономикой и демократическими условиями. Казахстан входит в число самых безопасных стран в рейтинге ядерной безопасности. Этому способствовал указ первого президента о закрытии Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года. 29 августа 1949 года на полигоне было проведено первое испытание. Спустя больше 40 лет именно в этот день вышел указ о закрытии полигона. За это время было произведено 500 взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысячи людей. По инициативе Казахстана ООН объявила 29 августа днем международных действий против ядерных испытаний. В 1995 году по инициативе Ельбаса Мурсултана Назарбаева создана Ассамблея народа Казахстана. Ее цель – обеспечение общественно-политического согласия в стране. Авторитет организации, признанной на международном уровне. Генеральный секретарь ООН Кофи Анан, посетивший нашу страну, назвал Казахстан примером межнационального согласия, стабильного, устойчивого развития для других государств. По его словам, благодаря деятельности Ассамблеи народов Казахстана, разнообразные этнические, культурные и религиозные группы, составляющие великую нацию, могут участвовать в процессе принятия важных решений, влияющих на их жизнь. Одним из главных успехов Казахстана является строительство столицы, города Нарсултан. За небольшой срок появился современный город, который стал визитной карточкой страны. Уже в 1999 году столица Казахстана добилась мирового признания. Город был угостой награды ЮНЕСКО – город мира. Эта страна присваивается новым городам-планетам, которые за короткий срок достигли больших результатов в социально-экономическом, политическом и культурном развитии. Сегодня Нарсултан – это не просто административный центр, а символ независимости и развития страны. Город стал площадкой для международных политических и культурных событий. За период независимости республика стала участником авторитетных и влиятельных международных организаций. Среди них ООН, ОБСЕ, ОИС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ЕЭП, ОДКБ, ОЭСР. Казахстан стал первой страной центрально-азиатского региона, где прошел саммит ОБСЕ после десятилетнего прерыва. Его проведение укрепило авторитет страны и первого президента на международной арене. Также в столице Казахстана ежегодно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. Спорту в Казахстане с подачей первого президента страны уделяется большое внимание. За 28 лет казахстанские спортсмены завоевали свыше 60 олимпийских наград. Среди успешных казахстанских спортсменов Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Ель Дозье, Сметов, Илья Ильин, Ольга Ряпакова, Александр Винокуров, Зарина Диаз, Элизабет Турсунбаева и многие другие. Главным спортивным событием страны за период независимости стало проведение зимних азиатских игр в 2011 году. В них приняли участие представители около 30 стран. В 2017 году Казахстан стал первой страной СНГ, которая провела международную специализированную выставку Экспо. В ней приняли участие 115 государств и 22 международные организации. В выставку посетили порядка 4 миллионов человек, из которых полмиллиона приехали из других стран. В 2018 году по инициативе первого президента начал свою работу Международный финансовый центр Астана. На его территории действует английское право. Центр создан с целью привлечения в страну инвестиций. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать о том, что Мушултан Абишевич единственный, кто взял на себя ответственность в виде правления Республики Казахстан после распада Советского Союза. Также во время правления Ельбаса наша страна официально вышла из состава Казахской ССР. Помимо этого, Мушултан Абишевич значительно поднял экономическую ситуацию в стране, что сказалось на дальнейшем ее развитии. Наша страна является по площади на 9 месте во всем мире, а также в стране есть каждый элемент из таблицы Менделеева. За все сказанное, каждый гражданин Казахстана будет благодарен нашему первому президенту в течение долгих лет. Информации и иллюстрации из видеоролика были взяты из автобиографии на Султана Абишевича Назарбаева. Моего поколения выпала эта честь возродить государственность Казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками. Пlassenе «Казахстан»